Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Машины на тротуарах, люди на дорогах. Что думают о бульяновском транспорте москвичи? Ульяновские школьники смогут путешествовать на поезде за полцены. В Ульяновске назвали лучший спектакль 2019 года. Плохое качество транспорта, несоблюдение графика и повышение цен за проезд. Проблемы транспортной отрасли знакомы многим жителям страны. Во избежание транспортного коллапса в федеральном центре идут разработки соответствующей реформы. Но прежде необходимо ознакомиться с ситуациями, которые обстоят в субъектах страны. Вчера в Ульяновске побывал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Мнение общественника об ульяновских маршрутках узнал Павел Половов. Накануне в Ульяновск приехал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Сегодня гость принимает участие в конференции «Интеллектуальные транспортные системы регионам». Чтобы не терять времени даром, федеральный общественник решил прогуляться по городу и опробовать наш общественный транспорт. Неофициальная экспертная проверка стартовала от остановки ЦУМ. Еще не удалось более предметным познакомиться, чтобы уже делать определенный вывод, но тем не менее, потому что я вижу, в городе необходима транспортная реформа, но без отрыва, чтобы люди не остались отрезанными от транспортного сообщения. Здесь важно сделать некое лучшее решение, возможность пересадки пассажиров, чтобы люди дополнительно не платили деньги, если они это делают, чтобы, если микроавтобусы работают, они были новые, чистые и так далее. До того, как сесть в маршрутку, московский гость был удивлен остановкой в самом центре города. На тротуаре стояли пассажиры, а на самой остановке парковались легковушки. Машины, смотрите, вообще как припаркованы. Это как? То есть люди могли бы ожидать автобуса под крышей, быть сухими и так далее, но машины в ряд. Здесь город должен выбрать для себя решение, он развивается для общественного транспорта, либо для легкового автомобиля. Кстати, это нарушение ПДД мало заботило сотрудников ДПС, которые в паре сотен метров внимательно наблюдали за движущимся транспортом. Внутреннее убранство ульяновской маршрутки Илью не впечатлило. Он вообще довольно сдержанно относится к такого рода транспорту. Здесь, конечно, можно смотреть по безопасности, смотреть по исправности транспортных средств, проходил ли он технический осмотр, предрейсовый и так далее. Ну, вот эти все моменты нужно проверять. Но я так думаю, что перевозчик если работает, значит у него все хорошо. Но это некое поверхностное осуждение. Здесь есть какие-то проверки проводить. Москвичу посчастливилось со временем. Если бы он попал в час пик, он бы поразился отсутствию транспорта и обилию пассажиров. С ними, кстати, он тоже пообщался. Ну, бывает, конечно, грязные маршрутки. То есть не всегда. Ну, почти все, да. Почти все грязные. Почти все грязные. Реформа общественного транспорта грядет. С 1 марта условия получения лицензии на пассажирские перевозки поменялись по всей России. В соответствующий закон внесены поправки на федеральном уровне. Автобусы должны стать безопаснее, вместительнее и перестать быть перенаселенными даже в часы пик. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. О новых разработках в сфере дорожного движения и транспорта говорили сегодня на масштабной конференции выставки Интеллектуальной транспортной системы России. В этот раз площадкой для мероприятия выступил Ульяновск. Формирование единого цифрового транспортного пространства – одна из первостепенных задач, которая стоит перед сферами автомобильного транспорта, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения России. О последовательных шагах, заветной мечте говорили на пленарной дискуссии. Федеральные региональные эксперты встретились на конференции Интеллектуальной транспортной системы России, которые в эти дни проходят в Ульяновске. Масштабное событие не ограничивается панельными дискуссиями. Конференция включает в себя выставку, где представлены интеллектуальные транспортные разработки со всей страны. Сегодня это говорится и в рамках программы «Цифровая экономика», в рамках «Умного города», в рамках БКД. Мы говорим о том, что важно собирать информацию с земли, с инфраструктуры, с наземного транспорта, чтобы эта информация была обеспечена в системной передаче связной инфраструктуры. Имелась единая интеграционная платформа, чтобы все эти данные могли друг с другом общаться, что называется, через функциональные комплексы. Бум в массовой цифровизации дорожной отрасли начался еще 10 лет назад с появлением умных светофоров и первых систем мониторинга транспорта. Различные интеллектуальные транспортные системы с новой волной функционируют и сейчас во всех регионах страны, правда с разной степенью. Выровнять те или иные показатели намерен национальный проект безопасной и качественной дороги. Так, в конце его реализации не менее 50% всех региональных дорог должны соответствовать канонам нормативов. Главная задача как раз обратить внимание на те субъекты, которые ниже среднего уровня и поднять их до значительно лучшего состояния дорог. А еще большая задача поставлена для крупных городских агломераций. Таких сегодня выделено 104. Это города с численностью более 200 тысяч человек. Доля дорог в агломерации, согласно все тому же нормативу, должна составлять к концу проекта не менее 85%. Ульяновская область одна из первых подключилась к работе над безопасными и качественными дорогами. Последние годы за счет активного внедрения цифровых технологий на дорогах смертной снизилось на 9%, число аварий на 12%. Сейчас мы занимаемся, прорабатываем вопрос для решения задачи о внедрении весогабаритного контроля на территории региона. К нами проведена уже большая работа. У нас подготовлено 16 таких сложных участков автомобильных дорог, где мы выявили нарушения по весогабаритам, по перегрузке автомобилей. В этом году главная задача спроектировать модель, а через год внедрить ее на транспортных магистралях. Еще одно направление на ближайшие месяцы – запуск региональной навигационно-информационной системы. Программное обеспечение с использованием ГЛОНАСС, которое позволит объединить в едином окне весь пассажирский транспорт, разработано совместно с Московским проектным институтом МОСТ-Транспроект. Поэтому стоит задача в течение апреля развернуть программное обеспечение, которое уже приобретено как раз-таки на площадях научно-производственного объединения «Марс», для того, чтобы мы в апреле-майе смогли запустить тестовую эксплуатацию систему и до конца года уже, чтобы каждый автобус, который выходит на маршрут, у нас был под контролем. Новая интеллектуальная система даст подробное представление о соблюдении расписания количества транспорта, представит полную информацию о нарушениях правил дорожного движения, режиме труда и отдыха каждого водителя. Рината Леолова, Юрий Конихин, новость Ульяновской правды. Школьники из Ульяновской области смогут путешествовать по железной дороге за полцены. РЖД открыл продажу билетов со скидкой 50% на летний сезон 2019 года для всех школьников страны. Скидка будет предоставляться при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны и вагоны с местами для сидения. Оформить льготный билет можно в билетных кассах на официальном сайте РЖД, либо с помощью мобильного приложения РЖД пассажирам. Чиновников и общественность объединили спортивные проблемы. Таковы главные итоги коллегии Министерства физкультуры и спорта Ульяновской области. Накануне Волгоспорт-арена подведены итоги работы спортивной отрасли за 2018 год. В диалоге приняли участие руководители федерации, ведущие тренеры и спортсмены. Об успехах не громко в полголоса, о проблемах без купюр и с надеждой на их устранение. Впервые за последние годы коллегия регионального Минспорта по отзывам ее участников прошла в рамках конструктивного диалога. Конечно, один из главных вопросов обсуждения – финансовый в целом и реализация календаря спортивных мероприятий в частности. Есть уверенность в том, что катаклизмов в качестве перераспределения финансирования, сегодня было об этом отдельно сказано, не будет происходить. Мы, как руководители федерации, как руководители подвесных учреждений, с оптимизмом смотрим именно на эту позицию Министерства спорта, когда четко обозначенное финансирование, пусть оно недостаточно, но оно четко обозначено, и в рамках этого мы и будем работать. Нынешняя коллегия первая под руководством Николая Цуканова. Его стаж на посту Министра физкультуры и спорта – полгода. В его докладе об итогах 2018-го не только положительные моменты, но и проблемные поля. Больше всего волнует провал реализации мероприятий по возрождению комплекса ГТО и слабая спортивная инфраструктура в муниципальных образованиях. Надо охватывать сейчас все больше и больше людей, изученных в спорт. Если мы говорим о городских центрах, то много у нас всего уже построено достаточно, а вот во многих, скажем, селах, ну вообще ничего нет. Тем не менее, между Министерством спорта и спортивной общественностью последние полгода отмечают участники коллегии стало больше взаимопонимания. Объединившись на площадке Олимпийского совета Ульяновской области, общественники под брендом «Стратегия развития спорта Ульяновской области» уже не только обозначили 15 первоочердных задач для решения, но и ринулись их выполнять. Я могу сказать, что процентов на 30 проблемы решены, но процентов на 50 не решены, а где-то процентов, может, 20-30 в стадии решения. То есть, как бы движение к лучшему есть. Три часа продолжалась коллегия Минспорта. На ней не только подвели итоги работы за прошлый год, но и наметили планы на будущее. А короткая церемония вручения семерым атлетам значков и дустрений мастеров спорта России, как добрый знак того, что ульянский спорт все же не стоит на месте, а движется вперед. Михаил Арсашанский, новость ульянской правды. Алексей Трешников – известный путешественник и географ. Всю свою жизнь он посвятил изучению полярных зон Земли. Его имя не забывают и сегодня. В рамках фестиваля «Фрегат Паллада» в Крывеческом музее открылась уникальная выставка, посвященная жизни и работе исследователя. Эпоха Трешникова – так называется новый выставочный проект, который открылся в стенах Ульяновского областного краеведческого музея. Экспозиция посвящена исследованиям Арктики и Антарктики, проведенным под руководством Алексея Федоровича Трешникова, российского и советского океанолога, географа, исследователя полярных зон Земли и нашего земляка, уроженца села Павловка Симбирской губернии, ныне Барышского района Ульяновской области. Среди экспонатов – фотографии, карты, документы по истории освоения Северного и Южных полюсов. Многие экспонаты предоставил Российский государственный музей Арктики и Антарктики из города Санкт-Петербурга. На сегодня это единственный в России и крупнейший в мире музей, посвященный полярным зонам Земли. Директор музея Мария Дукальская стал почетным гостем торжественного открытия выставки. Трешников стал вторым начальником советско-антарктической экспедиции. После Михаила Михайловича Сомова он возглавил вторую антарктическую экспедицию. То есть он всегда был среди тех, кто руководил важнейшими экспедициями и в Арктике, и в Антарктике. Конечно, его жизнь в науке, в полярных регионах – это огромная эпоха. С этим связаны очень значимые события, которые я уже упомянула. Это и дрейфующие станции, и начало работ в Антарктиде, это и работы прыгающих экспедиций с севера. Документальную часть выставки дополняют личные вещи исследователя, географические приборы, представители фауны северных широт и образцы полезных ископаемых. 14 экспонатов и оригиналов для выставки предоставила общеобразовательная школа имени академика Трешникова села Павловка Барышского района. Там родился полярный исследователь. Когда мы узнали, что такой великий человек является нашим земляком, родился в нашем маленьком молодчисленном селе, мы решили поднять этот вопрос. И с помощью Бориса Ивановича Зотова, который был председателем законодательного собрания, он нам очень хорошо помог в этом вопросе и нам присвоили имя. Открытие выставки было приурочено к началу работы областного географического фестиваля «Фрегат Паллада», который в эти дни проходит в Ульяновске. Ее работа продлится до середины апреля. Затем в качестве передвижной выставки экспозиция отправится в районные области. И первыми ее увидят жители Барышского района. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. Фейерверк классики. Накануне вечером в Ульяновске завершился театральный фестиваль лицедей. Жюри под руководством народного артиста России Владимира Шеймана выбрало лучшие театральные работы. Кто же получил заветные статуэтки в материале Ирины Антоновой? 27 марта в Международный день театра в Ульяновске завершилась театральная неделя. Семь дней участники фестиваля лицедей 2019 радовали зрителей своими лучшими постановками. Церемония закрытия 13-го фестиваля театров Ульяновской области, где были подведены его итоги, прошла на большой сцене Ульяновского драматического театра имени Ивана Александровича Гончарова. В рамках этого фестиваля была еще и интересная офф-программа. Впервые в рамках фестиваля прошла очень интересная экскурсия, которая включала маршрут по всем театрам в городе Ульяновске. Была открыта выставка здесь, в областном театре драмы, посвященная 85-летнему юбилею художника Анатолия Клименко. Также впервые вчера в регионе при поддержке губернатора был написан первый театральный диктант. Главной частью вечера стало вручение театральных премий. В этом году участники конкурсной программы вместе с жюри заняли почетные места прямо на сцене. В этом году особенно было приятно работать в жюри фестиваля лицедей, потому что этот год – это фейерверк классики. Нас порадовали и удивили все театры – профессиональные, самодетельные. Мы посмотрели Евгения Онегина, Анну Каренину, два спектакля Островского. И все это, конечно, очень радостно. Снова в наш театр обращаются классики, и каждый театр находит какой-то свой подход. Награды традиционно вручали народные артисты России. Кларина Ивановна Шадько, Зоя Михайловна Самсонова, Алексей Данилович Дуров и члены жюри. В принципе, можно побороться с какими-нибудь федеральными фестивалями, на каком уровне все это дело происходит. Все крайне гостеприимно. Вообще у нас в Ульяновской области, насколько я посмотрю, достаточно такое, скажем, дружелюбное театральное сообщество. Это очень большой плюс, наверное. Поэтому у нас и получается двигаться к каким-то новым вершинам. Потому что, насколько я знаю историю фестиваля, с каждым годом что-то все вкуснее и вкуснее, какой-то материал привозится. А это прекрасно. Значит, мы занимаемся своей работой не только за деньги, но и во имя великой звезды искусства. Премию ульяновского землячества в Москве из рук председателя жюри фестиваля Валерия Шеймана получил Александр Курзин, молодой талантливый актер Ульяновского драмтеатра. Специальный приз имени народного артиста Российской Федерации Юрия Семеновича Копылова в этом году поделили два театра – Димитровградская театральная студия «Ретро» и «Новичок фестиваля» и школы мюзикла «Сердце». По единодушному решению жюри постановка «Беспреданница» ульяновского драматического театра признана лучшим спектаклем сезона. Сразу несколько наград забрала актерская труппа театра юного зрителя. В принципе, у меня вообще хорошее ощущение от той атмосферы, которая царит в нашем регионе. И очень здорово, что и не только зрители любят и поддерживают театр, важно, что власти любят и поддерживают театр. И внимание наших властей мы испытываем на себе. Отрадно, что никто из театров в такой знаменательный день не остался без наград. В номинациях «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «За верность сцене» были отмечены актеры из всех театров. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. МЧС России по Ульяновской области предупреждают об ухудшении погоды. Сегодня ночью и завтра днем на дорогах региона ожидается сильная гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов со знаком минус. Днем воздух прогреется до плюс одного. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин